Привет! Вы на канале про продукт. Сколько варить холодец? Сегодня холодец является обязательным атрибутом любого праздничного застолья. Но не все знают, что история этого блюда уходит своими корнями на несколько столетий назад. Варить его начали аж с 16 века. В северных регионах нашей необъятной страны его называют студнем. Южане название холодец применяют к блюду, сваренному из свиных ножек с добавлением говядины на косточки, свинины, мяса курицы или индейки. Важно, чтобы в рецепте было достаточное количество ингредиентов, содержащих желирующие вещества. У тех, кто не часто варит это блюдо, возникают закономерные вопросы. Сколько варить холодец, если использовать разные виды мяса? И можно ли варить холодец в скороварке или мультиварке? Секреты вкусного блюда. Далеко не каждой хозяйке удается сварить вкусный и аппетитный холодец. Блюда, где через застывший золотисто-прозрачный бульон просматриваются кусочки мяса, выше пилотаж настоящей мастерицы. Чтобы оно удалось на славу, нужно знать несколько важных секретиков его приготовления. 1. Обязательное условие для любого рецепта холодца – наличие в нем ног свиньи. Именно в них содержится много желирующего вещества, которое является гарантией того, что блюдо хорошо застынет. Каждая хозяйка имеет свой фирменный рецепт холодца и по своему вкусу добавляет другие виды мяса. Отличными желирующими свойствами обладают говяжьи ноги и голова. Но кто-то предпочитает использовать мясо говядины на косточке. Другие отдают свое предпочтение мясу курице или индейке, стремясь снизить калорийность этого сытного блюда. Ножки, куски говядины, рульки, индейки, курицы должны быть свежими и хорошего качества. В противном случае не удастся сварить вкусный холодец. Совет. Для холодца лучше брать домашнее или фермерское мясо. Те, кто пробовал варить это блюдо из импортных продуктов, знают, что бульон из них получается белесого цвета. При застывании он выглядит совсем неаппетитно. 2. Чтобы избавиться от остатков запекшейся крови и размягчить шкурку рульки и ножек, мясопродукты нужно замочить в холодной воде на несколько часов. Обычно это делают на ночь. Куриное мясо и мясо индейки замачивать не нужно. Утром шкурку очищают от темных пятен, оставшихся после процедуры осмаливания, а все мясо хорошо промывают. Теперь его можно ставить варить. 3. Опытные хозяйки предпочитают первую воду после закипания сливать. Конечно, можно просто снять шумовкой образовавшуюся пену. Но тогда не будет никакой гарантии, что бульон получится прозрачным. Кроме того, эта процедура позволит убрать специфический сальный запах и значительно уменьшит калорийность готового блюда. 4. Специи и соль добавлять нужно примерно после пяти часов варки. По мере того, как холодец варится, вода испаряется. Если рано посолить бульон, то к концу варки он может стать чрезмерно соленым. А запах специй и овощей улетучится. Лук не стоит очищать от шелухи. Его нужно просто промыть проточной водой и положить в готовящееся блюдо. Бульон приобретет красивый золотистый оттенок. 5. Разбирают мясо на холодец после того, как оно остыло. Чтобы не пропустить мелкие косточки, особенно это касается шеек индейки, его лучше порезать ножом. Хрящики и кусочки шкурок также нарезаются мелкими кусочками. Чеснок нужно раздавить с помощью чеснокодавки и смешать с мясом. Готовое мясное ассорти раскладывают в формочки и заливают процеженным слегка остывшим бульоном. 6. После того, как холодец остынет до комнатной температуры, его устанавливают на среднюю полку в холодильнике. Через 5-6 часов блюдо застынет. Традиционно холодец ставят варить в большой кастрюле. Но можно его сварить и другими способами – скороварке или мультиварке. Здесь есть также свои секреты. А времени для этого потребуется гораздо меньше. Традиционный способ варки. В скороварке или мультиварке можно сварить небольшое количество холодца. Но многие хозяйки к праздникам готовятся основательно, поэтому используют для этой цели большую кастрюлю. Стандартные пропорции примерно таковы. На парочку свиных ножек, общим весом примерно 700-800 грамм, требуется полтора килограмма других видов мясной продукции. Для этой цели подойдут свиные рульки, шейки индейки, ножки курицы, куски говядины на косточке. Кусочки курицы или индейки можно не сразу закладывать в кастрюлю, а по истечении 3-4 часов. Более нежное мясо птицы варится быстрее и также быстрее начинает отделяться от кости. Варить холодец следует на медленном огне в течение 5 часов. Образующуюся пенку обязательно нужно снимать шумовкой. По прошествии этого времени можно добавлять овощи, специи, соль. Теперь холодец остается варить еще полтора-два часа. За это время мясо должно начать хорошо отделяться от кости. Мясное ассорти следует вытащить из бульона и остудить. Овощи выбросить. Теперь нужно внимательно удалить все косточки, а мясо порезать кусочками и разложить по формам. Процеженным остывшим бульоном заливают аккуратно мясо. По достижении комнатной температуры холодец убирают в холодильник для застывания. Для того, кто предпочитает варить холодец традиционным способом, требуется несколько часов для его приготовления. Но в отличие от холодца, сваренного в мультиварке или скороварке, легко проконтролировать вкус и цвет бульона. Приготовление в скороварке. Вкусный и наваристый холодец получается в скороварке, если его сварить из свиной рульки с добавлением говядины. Предварительное замачивание мясопродуктов на 10-12 часов и чистка рульки обязательны. В специальную чашу закладывают куски рульки и мясного ассорти. Все это заливается водой в количестве 1,5 литра. Соль и специи добавляются сразу же. В скороварке имеется клапан, который надо закрыть. Далее включается режим холодец. Время приготовления около полутора часов. Если холодец в скороварке варить из рульки с добавлением индейки или курицы, то можно установить режим тушения, а время приготовления уменьшится до 45 минут. Бульон в скороварке не всегда получается идеально прозрачным. Чтобы исправить ситуацию, следует налить жидкость в небольшую емкость и дать остыть. В него надо влить немножко уксуса и взбитый яичный белок. Остальную жидкость доводят до кипения и вливают в нее полученную смесь. Теперь все следует хорошо процедить. Мясо, продукты и бульон готовы, чтобы полностью закончить блюдо. Готовим в мультиварке. Варить холодец можно и в мультиварке таким же способом, как и в скороварке. Кусочки рульки, говядины, индейки, курицы закладываем в специальную чашу. Специи, овощи и соль следует добавлять сразу. В мультиварке включаем режим тушения. Время от начала до конца варки требуется не меньше 6 часов. Варить холодец в мультиварке предпочитают те, кто привык готовить малыми порциями. Конечно, это удобно. Однако, есть у этого способа и несколько минусов. В мультиварке кусочки рульки, говядины, индейки или курицы должны быть совсем небольшими. Ножки туда совсем сложно поместить. Если холодец варить в мультиварке, качество бульона сложно проконтролировать. Не бойтесь пробовать новые рецепты холодца и приятного вам аппетита. Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал.